МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Военно-транспортный вертолёт Ми-8 МТВ-5. Этот авиационный комплекс предназначен для выполнения боевых, транспортных и поисково-спасательных задач. Ми-8 МТВ-5 – это глубокая модернизация, или скорее эволюция, легендарной милевской «восьмёрки», которая в силу своей уникальности стала самым массовым вертолётом в истории авиации. Обновлённая машина способна принять на борт 35 десантников, перевести до 4 тонн груза, а ещё по сравнению с предыдущим поколением здесь значительно возрос огневой потенциал. Точим обо всём по порядку. И сначала немного истории. Впервые опытный прототип вертолёта Ми-8 поднялся в воздух в августе 1962-го. Уже спустя три года машина была запущена в серию. Изначально вертолёт должен был стать очередной модернизацией многоцелевого Ми-4, сошедшего с конвейера в 1950-м году. Впрочем, в процессе разработки конструкторы ушли от обновления в сторону создания принципиально нового летательного аппарата. Так, на «восьмёрке» появились два современных «железных сердца», которые вдобавок переместились из носовой части к пространству над салоном. Четыре лопасти основного винта дополнились пятой, а вместо четырёхопорного шасси установили трёхопорное. И это только видимые невооружённым взглядом изменения. Первыми преимущества новой машины оценили на гражданке. Неприхотливый вертолёт оказался незаменим в самых сложных условиях. Военную модификацию Ми-8 в армейский строй поставили только в 1968 году. Машины задействовали для перевозки личного состава и вооружения, эвакуации раненых и огневой поддержки войск. Со временем применение Ми-8 в вооружённых силах расширилось. Появились вертолёты-минёры, летающие мастерские, заправщики и даже амфибии. А общее количество модификаций гражданских и военных «восьмёрок» перевалило за сотню. Ми-8 получился настолько удачным, что уже через пять лет после старта серийного производства на Казанском вертолётном заводе вторая линия была запущена в Улан-Удэ. На сегодняшний день Ми-8 пережил несколько модернизаций, стал самым массовым двухдвигательным вертолётом, который можно встретить буквально по всему миру, в том числе в Беларуси, где с 2016 года на вооружении стоит один из последних вариантов машины с индексом МТВ-5. Внешний облик вертолёта Ми-8 МТВ-5 практически не отличается от базовой «восьмёрки». Разве что обновлённый передний обтекатель, так называемый «дельфиний нос» и наружные средства бронезащиты экипажа дают понять – перед вами новая машина. Все остальные фишки кроются внутри вертолёта, и, пожалуй, главная особенность – умение винтокрылой машины ориентироваться даже в кронешной темноте. Светотехническое оборудование в комплексе со специальными очками ночного видения делает возможным работу в тёмное время суток на предельно малых высотах. Кроме того, на МТВ-5 появился полноценный цифровой автопилот. Система позволяет без участия человека проводить полёт по заданному маршруту введённому в навигационную систему или осуществлять манёвры. К примеру, зависание, причём как над земной, так и над водной поверхностью. Модернизированный вертолёт оснащён двумя двигателями максимальной мощностью 2000 лошадиных сил. Для отказа одного из них система автоматически выводит второй двигатель на повышенную мощность. При этом горизонтальный полёт экипаж сможет продолжить без снижения высоты. Основной запас топлива, не 8 МТВ-5, позволяет с максимальной взлётной массой преодолеть почти 600 километров, а с двумя дополнительными баками — больше тысячи. Несмотря на то, что внутренний объём МТВ-5 остался прежним, конструкторам удалось увеличить количество перевозимых десантников. Без дополнительных баков внутри устанавливается 35 посадочных мест или 12 человек на носилках в медицинском варианте. Для удобства дверной проём с левой стороны был увеличен почти на полметра. Добавили дверь из правого борта. Новая конфигурация позволила также сократить время десантирования при работе посадочным способом. Теперь 35 десантников могут покинуть борт всего за 15 секунд. Модернизированная «восьмёрка» также оснащена системой беспарашютного десантирования. В отличие от прежней версии машины, одновременный спуск могут осуществлять сразу четыре бойца. Помимо транспортных задач МИ-8 МТВ-5 применяется и как полноценная боевая единица по своим ТТХ, не уступающая вертолётам огневой поддержки. Боевой вариант МИ-8 МТВ-5 может поддерживать огнём войска или десант при высадке и эвакуации, осуществлять бомбометание, сопровождать колонны, и обнаруживать объекты даже при отсутствии визуального контакта с ними. МТВ-5 комплектуется на выбор бомбами общей массой до двух тонн, четырьмя блоками неуправляемых ракет или пушечным вооружением калибром 23 мм. Экипажу также доступен вариант с управляемым вооружением, когда на палочные держатели устанавливаются до шести противотанковых управляемых ракет. Кроме того, вертолёт может ощутениться штатным оружием десанта, для которого предусмотрено 8 точек включения, в том числе для пулемётов и гранатомётов по бортам. Для повышения живучести боевой машины и защиты экипажа МИ-8 МТВ-5 оборудован бронезащитой кабины и жизненно важных систем, специальными экранами, снижающими инфракрасное излучение двигателей. А ещё в тандеме с пассивными средствами работает комплекс бортовой обороны, который защищает вертолёт от поражения ракетами с инфракрасной головкой самонаведения. Оптико-электронная система позволяет пилоту видеть источник угрозы и помогает определиться со средствами защиты, включит станцию постановки помех или выбросит тепловые ловушки. МИ-8 МТВ-5 — одна из самых продвинутых и высокотехнологичных машин в мировой авиации. Надёжный и проверенный временем вертолёт по праву считается лучшим в своём классе. К слову, на МТВ-5 история легендарной «восьмёрки» не заканчивается. Конструкторы уже сегодня работают над очередным проектом улучшения авиационного комплекса. КОНЕЦ КОНЕЦ